Всем привет, это Бостон. Это программа отхилься или умри. Фредрин сражается против Руби, у него было меньше хп и у него нет антихила. Впрочем, как и нет антихила у Руби. Они обмениваются ударами. Руби отхиливается от Фредрина, Фредрин отхиливается от Руби. У Руби уже столько же хп, сколько у Фредрина. Они продолжают бой и побеждают Марти с помощью своего невероятного ультимейта, который может стилить киллы. Но видео у нас сегодня все-таки про Фредрина. Это боец танк, который на низком старте готов ворваться на основной сервер уже в эту пятницу. Мы еще раз посмотрим на его скиллы, разберем его сильные и слабые стороны и, конечно же, разберем, какая для него лучшая сборочка эмблемы. Но для начала давай определимся, имба или не имба. Я скажу так. Если не понимать и не использовать его сильные стороны, то он определенно не имба. И это хорошая новость, потому что в рейте его вряд ли будут банить, а игроки со сборкой только в урон или только в броню будут легко отлетать в тимфайтах, убеждаясь, что герой слабый. И еще одна хорошая новость. В этом видео мы узнаем, как выжать из Фредрина максимум эффективности. Кстати, на Фредрина сразу же появится классический скин всего лишь за 51 алмаз и его можно купить, например, для небольшого бонуса по статам в игре, который повлияет на начальную стадию. А алмазы лучше всего пополнить через сервис Качи Шоп. Они там существенно дешевле, чем в самой игре из-за того, что отсутствует комиссия Apple или Google. При этом пополнять алмазы через Качи Шоп также безопасно, как и в самой игре. Он зарекомендовал себя очень надежным сервисом, плюс является официальным партнером Mobile Legends и об этом можно прочитать на странице Моблы во Вконтакте. Пополнение происходит через Kiwi кошелек, но хочу обратить твое внимание, чтобы платеж прошел, в самом Kiwi кошельке нужно получить основной статус. На сервисе Качи Шоп для пополнения алмазов совершенно не обязательно регистрироваться. Просто вбиваем в эти поля свой внутриигровой ID и сервер. Если все ввели правильно, загорится наш ник и галочки. После оплаты алмазы приходят мгновенно и со всеми внутриигровыми бонусами, такими как временный звездник или зачет билетов события. Но если хочешь поучаствовать в специальной акции Качи Шоп и получить алмазы бесплатно, то можно зарегистрироваться и поделиться реферальной ссылкой с друзьями. Если они тоже пополнят алмазы, то ты сможешь получить бесплатно до 1050 алмазов на свой счет. Ссылочку на этот классный сервис оставляю в описании к видео. Начнем со скиллов Фредрина максимально кратко, просто чтобы вспомнить. Хотя скиллы достаточно сложные, поэтому возможно кратко не получится. Пассивка героя, если упростить, дает ему 30% похищения жизни от вражеских героев и лесных крипов. И 15% от миньонов на линии. При этом отхиливаемся мы от всего нанесенного урона и скиллами и автоатаками. Эта пассивка действует не всегда, а только в тех случаях, когда у Фредрина накоплена кристаллическая энергия. Кристаллическая энергия – это серая часть полоски его ХП, и она держится 8 секунд после получения Фредрина Мурона. В общем, пассивка нам дает очень неплохое восстановление ХП. Вторая часть пассивки дает комбо-очки, которые пригодятся для наших ультимейтов. Да, именно ультимейтов, потому что их у нас аж 2 штуки. Но начнем со скиллов. Первый навык наносит урон по небольшой площади перед Фредрином. И важно понимать, что этот урон будет зависеть не от нашей физической атаки, а от нашего максимального ХП и уровня скилла. То есть, чем больше предметов на ХП мы соберем, и чем выше будет у нас уровень, тем выше будет урон от первого навыка. Вторая часть скилла усиливает нашу автоатаку, и тут урон уже будет зависеть от физической атаки героя. Второй навык – это рывок и подбрасывание. Много урона мы с него не нанесем, но рывок можно совершать через стены, а подбрасывание прерывает большинство вражеских скиллов. В общем, этот навык чисто на мобильность и контроль. При этом, если мы попадаем этим скиллом по врагу, то тут же остановимся. Плюс, так же как и первый скилл, он добавляет нам комбо-очко, которое пригодится для ультимейтов. При этом, если скиллами не получится задеть ни крипа, ни вражеского героя, то комбо-очки не получим. Да, за лесных крипов тоже получаем комбо-очки. Из этого мы делаем вывод, что лесника с Фредрина так же может получиться. Тем более, танковые лесники сейчас играют очень неплохо. Итак, для первого ультимейта нам понадобится одно комбо-очко. Эта ульта не нанесет много урона, зато заставит атаковать Фредрина в течение одной секунды. Можно сказать, это уменьшенная копия ульты Белерика. Только вот перезарядка у этой ульты просто смешная, от 7 до 5 секунд. Если мы попадаем этим ультимейтом по вражескому герою или лесному крипу, то получаем дополнительную защиту и существенно снижаем перезарядку первого и второго навыка. После этого мы сможем снова использовать скиллы, чтобы накопить комбо-очки на второй ультимейт, который в теории может нанести очень много урона. Важно, что урон от второй ульты так же не зависит от нашей физической атаки и предметов на атаку. А зависит от уровня навыка, попадем ли мы центром скилла по врагу, так как в центре наносится 175% урона, и от того, как сильно нас до этого продамажили, то есть от накопленной кристаллической энергии. Чем больше будет серая полоска, тем выше будет урон от этого скилла. Основная комбинация Фредрина выглядит достаточно просто и понятно. Первый-второй навык или наоборот. Затем первого ульта, снова первый-второй навык. И после этого, если мы всеми скиллами попали, второй ультимейт. Соответственно, основной урон Фредрин наносит не с автоатак, а со своих скиллов. Урон от этих скиллов практически не зависит от нашей физической атаки, а если и зависит, то не очень сильно. Кроме этого, на первом навыке и основном ультимейте урон вообще зависит только от нашего здоровья. Поэтому я думаю, лучше будет его собирать максимальное хп и урон от его здоровья. Нам могут понадобиться такие предметы, как проклятый шлем, сумеречная броня и штормовой пояс. Все эти предметы наносят урон, зависящий от максимальных хп героя. При этом единственный предмет на урон, который я думаю стоит собрать, это топор кровожадности, так как Фредрин наносит много урона со скиллов. А топор кровожадности неплохо увеличит и так хорош отхил героя. Также, если мы говорим про лечение, то лучшим другом Фредрина станет нет, не его потерянный соратник, которого он все ищет, а оракул, предмет, который усиливает получаемое лечение и щиты на 30%. Кроме этого, Фредрину должен идеально зайти защитный шлем, предмет с максимальным показателем здоровья и сумасшедшей регенерацией. Ботинки, я думаю, лучше взять на магическую защиту и снижение времени контроля, потому что законтролить нас будут пытаться часто, чтобы прекратить наш отхил. Один предмет получается лишний, и я думаю, можно избавиться от сумеречной брони, так как она дороже проклятого шлема, плюс проклятый шлем должен наносить немного больше урона, так как урон этот идет по площади и не зависит от наших автоатак. Так что сборочка будет выглядеть как-то так. При этом последовательность предметов, конечно же, можно поменять, и, например, собрать защитный шлем первым предметом, чтобы больше никогда не телепортироваться на базу для лечения. Что касается боевого заклинания, первый вариант — это вспышка, тем более с ней неплохо сочетается наша вторая ульта. Второй вариант — это отмщение, чтобы пережить высокий единовременный урон от врагов и успеть отхилиться. Третий вариант — это кровавое или ледяное возмездие на случай, если мы идем в лесника. По эмблемам, конечно, сложнее выбрать. Фредрину подходит как эмблема танка за счет дополнительной физической и магической защиты плюс третьего перка на урон. Также ему подойдут и эмблемы бойца. На них тоже есть магическая и физическая защита и физическое проникновение, которое увеличит наш урон особенно в начале игры. А также там есть классный перк с дополнительным вампиризмом от навыков. В сочетании с оракулом наше лечение станет еще мощней. И я, наверное, склоняюсь больше к эмблемам бойца, хотя с эмблемами танка за счет третьего перка наш единовременный урон все-таки будет выше. Интересно, что даже если враги соберут антихил против Фредрина, а они его точно соберут, если не нубасы, то все равно наш вампиризм будет очень высоким. К этому мы прибавляем очень неплохой контроль, урон героя и замедление со штормового пояса, когда его соберем. В итоге получится очень сильный герой, но опять же с определенной сборкой и определенными навыками. Как его контрить? Ну, во-первых, конечно же антихил. Во-вторых, герои, наносящие много урона по танкам. Это Люнакс и Кэрри. Наверное, лучше даже Люнакс. И в-третьих, меч охотника на демонов будет также наносить Фредрину с такой сборочкой очень много урона. Поэтому, если играя за Фредрина видишь, что тебя начали жестко пробивать, топор кровожадности можно заменить на шипованную броню против стрелков, либо сияющую броню против магов. Пиши в коммент, будешь ли покупать этого героя и свои идеи насчет сборочки эмблем. На этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока.